Папье-маше, валяния, набивная кукла. Участники хорошо подготовились к конкурсу и представили свои лучшие работы. Некоторые признались, что для них это дебют и тем волнительнее в ожидании результата. Я сделала куклу-балерину, я ее сшила, сделала ей сцену и афишу. Вот это первая моя кукла. Раньше я как-то это не делала, не занималась этим. В школе предложили сделать куклу, я согласилась. Конкурс «Традиционная кукла» любим детьми и педагогами. Современные технологии позволяют создавать шедевры из самых обычных материалов. Дети у нас очень современные, растет новое поколение. Задача педагога – научить, возродить, вернуться к традициям. Пять номинаций – единый критерий оценок для каждой. Члены жюри детально разбирали каждый экспонат, учитывалось качество исполнения изделия, уровень творческого решения, соответствие тематики и, конечно, сохранение традиций. Мастера подошли где-то серьезно, а где-то необдуманно, потому что есть такая работа, номинация написана «Русская княжна», но она полностью традиционная кукла. То есть есть еще такие нарушения в одежде, но в то же время и в оформлении. Если переставляешь работу, раз, рассыпается, подставочка, там зерно, все рассыпалось, как-то вот это, конечно, немножко расстраивает. Но в целом отрадно, что люди тянутся к народной культуре, изучают традиции наши. Это именно по традиционной кукле. Некоторые куклы сделали даже мальчики. Кстати, как отметила жюри, у ребят лучше получаются работы. Они более усидчивы и кропотливы относятся к деталям, чем девчонки. Я всегда своим детям даю домашнее задание, когда они на каникулы уходят. Вот сейчас у меня идут уже уроки именно по тряпичной кукле и одно и то же. Иногда даже мальчики удивляют себя, меня вернее, что они умеют завязать узелок и сами полностью понимают, как куколку нужно делать. А девочкам с трудом. Вот мне за девочек обидно. Мамы должны уделять больше внимания. Победители номинации «Традиционная кукла» будут представлять свои работы на областном конкурсе «Юные таланты Москвы». В начале декабря состоится второй этап и уже тогда будут подведены окончательные итоги и названы лучшие работы.